Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire. С вами снова Джо, я сегодня в хорошем здравии и постараюсь пару-тройку частей записать. Напомню небольшое резюме предыдущих эпизодов. В нашем поселении наше приключение началось с того, что мы взяли под свое крыло маленького, ничем не примечательного персонажа по имени Уфа, который обладал абсолютным нулем скиллов. Ничего не умел делать, просто ноль. Но у него была огромная, огромная тяга к развитию и исследованию новых горизонтов, расширению, наверное, своих горизонтов. После этого к нему присоединилась Квина, а после Апиона, по несчастному стечению обстоятельств, Апиона заболевает в прошлой части, и она мертвая в могиле лежит. Этот Квина ее могилу посещает сейчас. И многое другое. И еще мы здесь нафигачили схему, как будет выглядеть будущая база, если все пойдет хорошо. И это, наверное, надо не разрешать. Это будет больничка. Здесь я хотел... Я начал, кстати, строить киллбокс. Здесь уже построены мосты через болото. Это нужно будет сделать в этой части. Одна перегородка из трех здесь готова. Я думаю, ниши в уровне рейды с одним-двумя-тремя противниками будут обходить страну, эту стену. Максимум, если среди них будут копатели, они сломают двери с дерева. Но у нас здесь есть небольшая порция ловушек, и, наверное, на двух противников хватит. Также у нас два ручных пулемета. А Вея персонаж из одного из квестов. Его еще некоторое время надо подержать у нас, чтобы он не сошел с ума, и все будет нормально. Так как он погиб, а пиона погибла, он может переехать в спальню получше. Мы назначим ее для Вея. Он переедет в нормальную спальню, поднимет немного настроения и... Нормально. Че, давайте скипнем немножко времени, пусть поселенцы что-нибудь поделают. У нас здесь гость, Фреклз. Что у него хорошего? Тактический жилет, автоматический пистолет, с маленькой дистанцией нож, простое блюдо, копье из дерева. Персона. У него хорошо с общением, он сангвиник, плюс к настроению. Он обжора, это, конечно, не очень хорошо, но он мимо проходит. У него железные нервы, и сангвиник, он бы вообще никогда не съезжал с катушек. Но... У него минимальное количество навыков вообще везде, в принципе. И... Ну, нет, нет. У него средний интерес к животноводству, к дальнему бою и к общению, и... Наверное, это не самый лучший колонист, не самый полезный. Давайте скипнем далее. Обязательно, обязательно надо будет начать строить эти стены. А почему здесь нельзя? Стена из блоки мрамора требует поверхность, способную выдерживать тяжелое строение. Бич. Тебе че надо? Я сделал мост. Тебе какой еще любви надо? Покрытие. Я могу забетонировать? Выдерживать тяжелое строение. Тебе че надо? А-а-а... А-а-а... Мосты... Убрать мост, изменить... А я могу делать... Не, только из дерева. Здесь уже есть мост. Я могу здесь только из дерева строить? Да. Эх, это не очень хорошо. А могу ли я строить здесь из стали? Нет. Из мрамора тоже не могу, да? Из серебра не могу. Я... Я понял. Это... Хреново, на самом деле. Надо как-то... Переосмыслить немного это место. Можно прям в тупую вокруг болота построить, на самом деле. Прям вот... Типа, зафигачить сюда, сюда, сюда и... И все. Их плевать абсолютно. Ну, как бы... Это не будет давать возможность противнику защищаться. Да? Если мы вот так прям перекроем... Здесь прямая стена, прямая. Никаких углов, за которые они могут прятаться, там где-нибудь укрываться. Вот это нужно... Вырубить. А это потом сравняется еще одной стеной. Или... Или здесь можно сравнять. Не суть. Короче, обнести здесь. Тогда вот это можно отменить. И... Да. И хотя бы одиночную сделать здесь. И у нас будет вход в импровизированный киллбокс. Я бы, наверное, хотел сразу здесь установить амбразуры. Наверное, вот здесь мы сделаем полную стену. Здесь будет дверь для поселенцев, чтобы они могли отстреливаться прям с этой территории и убегать, если что. И здесь будут стены. Амбразуры из мрамора будут здесь. В смысле риск легкого нервного срыва? Мы еще даже ничего не делаем. Кто там бесится? Квина, наверное, плохо время проводит, потому что умер любовник Рига. Еще умер поселенец. Еда на земле. Почему вы продолжаете есть на земле? Вы что, кончи? У вас здесь огромная кухня. Почему вы продолжаете жрать на земле? Вы что, дебилы совсем? Уфа справляется. У Квина какие-то явные проблемы. Чем мы можем здесь? Коктейли Молотова, дым-лист, дубины, первобытный рюкзак. Нет, это в принципе все не надо. И можно убрать этот столик отсюда. Уфа, когда промедитируешь, у меня есть предложение, чтобы ты позаботился об этой стене. И это все нужно будет вырубить. Все камни нужно будет вынести. Наверное, я поторопился закапывать в могилу опиона. Мы могли ее положить в саркофаг. И в будущем, по-моему, существует такая возможность, как рисование персонажей с помощью определенных предметов. Я не шарю, не спорю. Может быть, это делается с помощью модов. Этим можно было бы заняться. Она не настолько была крутая. Она была клевая в горном деле. Наверное, с ней, в принципе, никто в нашем поселении не мог бы сравниться. Она еще неплохой охотник, к тому же была. Но, но да, но да. Нам нужно расширять склад. Какие залежи здесь можно добыть? Вот эти можно добыть. И вот это можно добыть. Настолько можно расшириться. Уфа, что делаешь? Ешь ягоды. Почему ты ешь ягоды? Почему ты не готовишь еду? Нет, давай ты не будешь есть ягоды. Давай ты пойдешь приготовишь. Уфа, почему? Риск тяжелого нервного срыва. Почему? Незначительное голодание. Чел, ну, приготовь еду. Новая пара. А, Уфа и Вео? What are you, fucking gay? Уфа заигрывает с Вео, бесстыдно хваля его эмоциональную устойчивость. Вео принимает его ухаживание, и они начинают встречаться. Уфа и Вео теперь хотят спать вместе. Подумайте над тем, как выделить им место. А, у него же это. У него же кишечко. Так, Уфа. Съесть простое блюдо. Спасибо. А теперь убери и приготовь. Это очень странно. Мужчина-человек. Ханджа-бед. Бесполезный, абсолютно убогий. Но, видимо... Я могу это прокомментировать, но я не хочу это комментировать. Давайте уничтожим костер. О, у нас совсем плохо с электроэнергией, но батарейки еще чуть-чуть хватает. Немного джиуса в ней осталось. А, Вео, как твое настроение? А, средненько сойдет. Уфа, спасибо большое за еду. Отлично справляешься. Я знаю, что ты хочешь спать, но я бы хотел, чтобы ты перенес весь этот рис. Хватит повсюду блевать. Я понимаю, что у тебя кишечные черви. Я понимаю. Я понимаю. Я это полностью понимаю. Но... Они же неизлечимы, да? Я так и не прогуглировал, на самом деле. У меня есть предчувствие, что они навсегда, пока мы там не пересадим желудок или еще что-нибудь не сделаем. Уфа, как закончишь, лечи себя. 19%? Скилл потихоньку растет. Смотри, с какой скорость у него ссытость сгорает. Ёма. Так. Уфа, когда проснешься... Ты будешь у нас шахтером. С низким приоритетом, но все же. Наверное, с четверочкой. Мне нужно, чтобы ты съел простое блюдо, а потом... Добыл мрамор и железо в этом месте. Нам нужно расширять склад однозначно. И еще нам необходимо больше мрамора. А значит, нужно приоритеты Квина. Че делаешь? Ты рубишь дерево. А как тебе предложение, чтобы ты... Здесь огромное количество блоков мрамора. Чтобы ты занялась их переносом. Допустим, сюда. Возможно, не всех. Я погорячился. Ну, например, вот этой пачке. А потом, конечно же, стонкат. В приоритете. Первое место. А это второе. Я понимаю, что это не самое любимое твое занятие, но... Да. Уфа. А потом, когда ты закончишь с этим делом, выровняй все-таки здесь стены. А потом... Работай над этими стенами. Я не люблю этот мелкомоторный менеджмент, но... Ничего не поделать. И, наверное, когда мы закончим со стенами, можно будет заняться изучением гидро... Электро... Ээээ... Да... Штуки. Вы поняли, о чем я. Масштабируемые солнечные батареи. Ууу, это... Next Level. Я таких не слышал. Геотермальную энергию я имел в виду. Of course. Потому что у нас здесь... Есть паровой гейзер. И здесь паровой гейзер есть. И этим нужно пользоваться. Этим нужно пользоваться обязательно. Уфа. Пятерка в горном деле. Готем. Так, давайте расширим здесь... Наверное, уберем... Там... Я не увидел, да? Не, ничего красного нет. Расширить область. Еп. И вот эти камни тоже нужно будет перенести. Ребята, вы молодцы. Выравнивать стены. Риск тяжелого нервного срыва. Ну ладно. Медитация ему дает настроение. Но у него так быстро сгорает сытость из-за червей. Черт. А нельзя их как-нибудь... Можно удалить желудок. Изи. Изи. Зубной протез. Деревянную стопу. Кисть. Ногу. Извлечь орган. Печень. Сердце. А-а-а. Слишком круто. Слишком круто. Квина, спасибо большое, что занимаешься переноской. Это очень мило с твоей стороны. Наверное, вот эти можно отменить пока. Оп. Вот эти шесть штук перенеси. И этого будет вполне себе достаточно. И после этого можешь идти и обтачивать их. Солнечная вспышка. Произошла солнечная вспышка. Из-за возникающих электромагнитных возмущений откажет большинство электрических устройств. Ши... Продлится сутки. Ладно. кондей пока работает здесь тоже в комнатах прохладно а значит мы не так плохо себя ощущаем квине бы наверное надо замутить рюкзак у нее есть нет у нас по моему здесь где-то валялся отличный рюкзак надень рюкзак и ты сможешь переносить наверное пару камней за раз нет уфа как у тебя дела настроение получше средняя боль ну кишечные черви такое дело будет болеть будет болеть недоедание недомогание легкое недовольство умерла подруга пиона эвтаназия поселенца это очень странно при том что от эвтаназии он испытал огромное удовольствие от убийства человека он испытал 12 и от эвтаназии минус 2 все равно плюс 10 так вина все последний кусочек спасибо подруга и и она теперь будет их вырезать а значит у нас будет немножко мрамора низкий уровень удовлетворенности уфы но это не самое страшное я думаю после медитации он может вполне себе заняться строительством этой стены тем более у нас должно хватить как минимум вот на этот участок сейчас а пока он будет туда таскать достаточно будет и на этот кусок меня смущает то что здесь куча дерева разбросана и как бы и еда ребят ребят это несерьезно это несерьезно и дерево косарь дерева но без учета там все равно достаточно много там наверно пару сотен дерева раскин плевать вообще на стекше задание мы сейчас не в том состоянии чтобы врываться в какие-то другие квесты у нас и так тут вею который поджирает нашу еду у нас еще две шиншиллы есть которых может три даже которые можно разделать уфа спасибо за переноску а у тебя есть рюкзак есть тактический жилет объем 10 для боеприпасов с карманами а и другого снаряжения у нас по моему больше рюкзаков не было у нас есть пистолет-пулемет у нас есть немножко как то ли молотова ветер блокируется чем мешает бамбук это бамбук это бамбук это бамбук это есть бамбук вот это бамбук квина пожалуйста сруби это дерьмо спасибо отличная работа that's my girl почему джуз уходит из батарейки не понимаю вот и пак 1200 генерирует мнение заполняется потихоньку уфа как у тебя прогресс со стеной ты сделал один кусок по комнатам вроде все не так плохо 20 20 до 20 складской комнате тоже неплохо нам бы по торговаться продать вот эти палки с бомбой плохую одежду вот эту драную всякую слить сколько этих штанов 195 из 200 почему никто их не носит кстати надо будет перед тем как мы отдадим этого чувака обратно родину первобытный рюкзак с него вытянуть простые блюда пуховик нам на особо не пригодится посмотрим и рюкзак бы с него снять конечно пригодится в жизни первобытным и уже умеем его делать из ткани принципе тут наверное стоит хлопчатник изменить верхней части на какое-нибудь другое растение дымолист для поднятия настроение может быть и начать изготавливать начальный тип наркотиков чтоб в совсем плохих условиях ребята могли если что за торчать да давайте здесь пересадим дымолист он достаточно быстро вырастает а косяки крутить там много скилла не нужно нам нам не нужен сейчас хлопок ну или кто там хлопчатник там группа путешественников проходит мимо что вы из себя представляете можно ли вас взять на органы полутову полное дерьмо перфекционист охренеть сколько плюсов и минусов я даже не готов читать но так как есть подземник и горное дело это достаточно крутой персонаж ладно надо надо вникнуть может мы их можем взять в плен южная великая нация как у нас с ними отношения нейтралы всегда можно испортить пимикана чуть-чуть есть на они с луками и в принципе не страшно вообще по здоровью шрам от колотой раны на торсе который постоянную боль причиняет шрам от укуса который тоже причиняет легкую боль что у тебя по скиллам игл айд дальний бой плюс 2 шанс ударов рукопаш на плюс 1 точность стрельбы плюс 5 дальний бой 6 и есть средний интерес есть повышенный горячий интерес к строительству и к искусству животноводном уже животноводство 8 и это тоже серьезный показатель на самом деле можно большинство полезных животных приручить трудолюбие не может заниматься уходом плевать у нас есть основной врач что дает перфекционист общая скорость работы минус 20 скорость работы с животными плевать эффективность с животными пох разделка тоже наверно плевать ну кулинария 6 кстати скорость переработки механоидов минус 10 а эффективность разделки плюс 20 все это хороший повар был бы шанс успешного ремонта плюс 20 шанс пищевого отравления минус 20 это был бы офигенный повар скорость проведения медпроцедур шанс успеха операций качество лечения а сколько медицины 4 всего до не очень хорошо но но какие-то простецкие операции можно было для начала бы одобрить добыча жатвы плюс скорость исследования скорость общей работы умственный труд 4 но минус 10 процентов как блин это офигенно бы горняк был и строитель и уфа мог бы сконцентрироваться на чем-нибудь более полезным я бы хотел захватить эту женщину 49 лет лучницу ну и за компанию а бруно тоже можно было бы зацепить приверливость пылкость небывалая доверчивость тяга к ностальгии амбициозность эмпатия романтичность любовь жизни задумчивость болтает о пимикане у них только лишь у одного палка с бомбой у другой короткий лук ну да большая дистанция но как бы как бы камон чего не тем мы можем наверное здесь у нас за стеной укрыться и да давайте давайте попробуем взять их в плен уфа иди сюда квина иди сюда да они как раз будут проходить здесь мы начнем стрелять мы уже можем начать в любом случае надо обоих вырубать либо вея плохая идея гулять в этом месте можешь а ну ты 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 сам до идешь куда-то спасибо есть один вырублен сколько у него времени нужды здоровья через час он номер мертвец сколько рукопашный бой 1 у нее лук 4 ребята в хорошей броне давайте попробуем его рукопашку вырубить все мы испортили благополучно отношения все она вырублена у него 08 часов квина ушиб вообще плевать немножко влияет на работу но это ненадолго уфа захвати квина перенеси блин здесь куча брони валяется выше гоните ребята вы чё не собираете броню тут рюкзак валяется квина ты займись переносом пимикана там и прочей фигни и вот это тоже можно будет забрать ну отлично работа мы испортили а спасение вея захейтилась из-за того что он был из этого поселения что ж ну ладно а я не посмотрю южная великая нация мне казалось него как ты как-то по-другому называлась плевать портим отношения со всеми вообще а кстати мы испортив отношения с ними у нас только один дружественный альянс остался западный альянс черт все пошло совсем не так как я задумал квина вея враг только в уфу не засади я тебя умоляю уфи уфи не засади я прошу господи как батл ты посмотри душа ну попади я понимаю что нам присаживается и уворачивается все же сколько у тебя скилл стрельбы семерка ты чё ты ты умелый специалист а он уже истекает кровью там через три часа погибнет все готов я не хочу захватывать ни в коем случае кусок говна и вообще просто отвратительный но квина ты можешь раздеть почему я не могу его раздеть не у него просто какой-то хлам полнейший на самом деле единственное чему у него заберем мы еду а этих их надо будет закопать обязательно он и самый стечет крови но в любом случае их надо будет закопать уфа а куда ты притащил нашего заключенного а давай сделаем не так да вот это будет кровати для пленников а этой кровати здесь не будет а ты поешь и потом захватишь спасибо и после полечишь почему у тебя риск срыва что тебе не нравится умер любовник рига но это давно было очень низкий ожидает легкая боль сильно недоедание зачем почему она постоянно жрет на земле у нее какие-то явно проблемы с головой однозначно похорони и похороним так ребят у вас очень плохо с настроением я вижу нужно им установить какую-нибудь пути интересную черт я прям меня сбила с толку медицина чуть подросла почти пятый уровень нужно поставить им что-нибудь для развлечения дополнительно я думаю нам не нужен второй стол а вот этот мы развернем тип так и нормально все будет как там твои раны и чё у тебя по рекрутированию много психологическое сопровождение 19 шанс вербовки 24 23 процента сложный 67 рост репутации при освобождении плюс 12 и мы будем тебя рекрутировать и мы тебе даже работу можем назначить до до пленники ты будешь шахтер в первую очередь носильщик и уборщик и территорию наверно сейчас как-нибудь ограничим я боюсь что она захочет выйти отсюда пока мы тут не сделали стену может быть здесь поставить еще одну дверь вент совсем не крутится батарейка теряет джуз все так вышло из-под контроля а можешь полечить к вину еще перед тем как спасибо я понимаю вас быть у тебя умер любовник это 30 дней дебафа и вы не посадили наркоту а у нас есть дым лист у нас ничего нет как только проснешься на день рюкзак ох 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 так кто у нас будет с пленниками общаться допустим относит еду подбадривает у тебя же самый высокий уровень общения квина развлекайся короче вот надзор тюремщик пусть занимается тюремная территория наверное для начала так пусть расширяется в эту сторону тут по моему еще можно чуть-чуть прокопаться а потом если что расширим на всю зону да там же нормально все с крышами вот здесь нет а вот здесь можно покопать чуть-чуть о квина выздоровела полностью еще 10 дней а черт еда на земле ну не жри на земле я вас умоляю ребят вы просто не жрите на земле отличная работа видишь ты не пожрала на земле и у тебя просторный интерьер комфорт очень низкие ожидания просто прекрасное настроение уфа когда ты там уж просыпаешься давай вперед полетели несколько обломков космического корабля упали рядом не очень-то рядом и я думаю не не стоит так вот этот стол мы офис мэра ни хрена себе какой разговор пошел тогда мы развернем сюда вот этот стул больше не нужен на вот этот стул мы переставим вот так уфа да работой 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 у квина уже нормально настроение все он тоже вроде возвращается транспорт под crash animals метро что за зверь подожди это корова это это что а як крупные выносливые животные с мощным телосложением короткими но толстыми ногами широкими закругленными мне даже не интересно читать про животное которое используем в пищу так помедитирую еще чуть-чуть до сделай вот эти штуки а теперь я тебя прошу добить не вот вот так добить и перенести спасибо нет места на складе камон смысле тут достаточно еще место на складе погребальная церемония для опиона опять ну ладно нам уже не хватает кухни а нам не хватает этого склада чёрт а куда мы можем расшириться здесь нельзя в эту сторону можно пару блоков убрать чёрт может быть кстати да ты пока несешь квина чё там делаешь это отличная работа но ты можешь объединить сталь отлично это освободить пару ячеек чё почему у тебя риск нервного срыва я в панике что вот это просто отстой надо было его отпустить средняя боль из-за кишечных червей недомогания ну нам мы ничего не можем поделать с этой болезнью наверно опиона еще 15 дней дебафов квина чё делаешь социально расслабляешься отлично потом как прослабляешься займись этим трупом плевать на лут засею эту область дымолистом чтобы у вас была возможность пыхать косички я в другой последовательности говорил на плевать делай делай чё хочешь мне просто плевать уже главное чтобы это было сделано и то и другое похоронить почему она прерывается ладно там оба вы злые не западный альянс от друзья уфа или умоляю просто развлекись чуть-чуть своей фигней у нас скоро вырастут вырастет трава как скоро уже пять процентов мы ее только посадили все будет отлично похороны закончились супер вы уже можете забыть про пиона ты можешь забыть про рига они кстати забыли про пиона посещены похороны пиона но это хотя бы нивелирует практически ох ладно сколько один стак может в себя вмещать почему они не складируют все как нормальные люди у нас здесь какие-то дерьмовые ножи там и прочее же с нами никто не торгует мы же мы же не настолько плохи как у тебя состояние ну-ка шанс вербовки 18 процентов падает из-за того что у нее очень хреновая комната мы можем поменять вот эту комнату на комнату для пленников она лучше уфа че делаешь подбирает пимикан это не суть попытайся арестовать найс и займись готовкой это важно наверное и разделка тоже стоит разделать эти туши чтобы они занимали чуть поменьше места я кстати не знаю вот это одну ячейку занимает да поливать нужно лечение кому лечи себя 23 слушает неплохо скорость снижения подожди не туда смотрю прирост голода плюс сто процентов качество лечения 23 повторное лечение срок лечения стекает через 2 типа боль 20 процентов и нет инфы мне кажется ему нужно будет делать пересадку желудка мне кажется ему будет необходимо делать пересадку желудка ох неважно мы можем да не не я хочу вербовать я хотел предложить мы можем вырезать желудок у нее и зашить уфи достаточно жестко звучит надо спасибо большое за перенос квина ты ты молодец там осталось еще пара предметов я не понимаю почему ты не можешь переносить несколько за раз но кто я такой чтобы осуждать кто я такой чё теперь ну-ка 32 шанс вербовки поднялся а ты ты можешь квина как только как только закончишь но она видимо пытается но пока я не туда смотрю 19 ладно не применять лекарства фух так вина как ты там заканчиваешь уже до осталось еще пара шмоток вот только проблему в том же нас опять заканчивается место нам точно надо поторговать а мы не умеем какие-нибудь штуки дело для торговли там чёрт нихрена не умею я не хочу отправлять караван мне кажется что это опасная идея отправлять сейчас караван мы могли бы снарядить квину со всяким хламом а если с кем торговать другой вопрос давайте глянем может реально снарядить караван пусть она пойдет продаст всякий мусор у нас все враги кроме вот этих ребята западный альянс фиолетовые ребятишки слышу успокойся хватит ныть как . здесь очень далеко сюда ближе но здесь через горы через реку через горы сюда все равно через горну здесь здесь дважды нужно через горный хребет пройти здесь только один раз возможно сюда даже быстрее будет уфа ты можешь успокоишься уже ныть что тебе еще нужно приснился плохой сон уйди ты нахер блять замат извини ну иди в жопу плохим сном уфа мне приснился плохой сон и так все здесь весь лут унесен давай ты будешь строить теперь наконец-то стены это должно поднять и настроение задание доступно свирепые козы на караван фракции западный альянс нападают козы верховный советник мелиса арчер просит вас отвлечь внимание животных от караванов и расправиться с этой угрозой если вы согласитесь помочь козы в количестве трех особей придут в нашу деревню через 18 часов все тренера глушение золото передовой медикамент да мы сделаем это за передовой медикамент я думаю трех коз наши два персонажа смогут расстрелять уфа я не знаю что ты там делаешь но работает над этой стеной где ты меня бесишь ты своим плохим настроением он рано или поздно сорвется он прям прям на грани прям на грани энтузиазм ему помогает ему нужно постоянно работать ему нужно быть чем-то увлеченным иначе он будет ныть постоянно я тебя умоляю перестань таскать дерево давайте отменим он почти не осталось это будет мерцать постоянно и все у него агрессия уфа в ярость и оскорбляют всех кого видят это произошло из-за плохого настроения последней каплей была средняя боль что мы можем сделать можем ли мы его вырубить нет он в очень мощной броне и у него ближний бой 4 сейчас он испортит настроение к вине у нее тоже начнется припадок они мнения слушай пока нет опускают колки комментарии про предпочтение в отдыхе испортил дайте настроение крайне недовольство смысле работы нихрена не делаешь лежишь на боку спирдишь а чё он ей говорит много обнялась парой слой с уфа и о своих любимых фильмах уфа называет мать баррой тупого пеликана а а сволочь главное чтоб он не лез к вине сейчас все все припадок закончился квина как твое настроение все нормально все нормально ну все не так плохо как могло бы быть квина и мне нужно что с 18 с 18 с половиной до 18 и 1 да я только хотел сказать что те пора этим и заняться после нескольких дипломатических действий артель тоски южная велика нация заключили мирный договор круто опиона еще 13 дней еще 27 дней средняя боль никогда не пройдет пока мы не удалим ему желудок кишечник желудок желудок да кривина огромное спасибо за камни ты вообще лучше всех а умеешь ли ты в горное дело такой вопрос не умеешь яйкс очень хотелось применить этот навык давайте снимем все он ничего не делает но возможно это повлияет на настроение два оскорбления агрессивные животные это это эти три козы до уфа постараемся пока не привлекать уфу давайте отправим сюда квину возможно ее одно и хватит минус еще одну давай давай деточка ты можешь охеренная работа просто отлично а где еще одна а другая умерла и сразу испортилась почему гниет бывает наверное какой-то баг квина можешь не менее добить вот так ну скорее все уже паника закончилась мы убили все чё чё я не могу ускорить южная великая нация караван да защитим караван в чем проблема и она коза умерла и испортилась сразу ну ладно капсулы прибыли а а это награда да а где караван а вот он один зубр а чё у него там копье безумие лекарственные травы а мне это подарок подожди задание отвлечь внимание животных от караванов и расправиться с этой угрозой если вы согласитесь помочь козы три штуки придут и и чего вы выполнили это задание все это это мой зубр у меня есть зубр я не знаю чё за область один но пускай это будет типа территория для зубра пусть тусит здесь они же зубра они травоядные так питомцы зубр область один пусть тусит здесь опа враждебные члены племени из фракции южной великой нации расположились поблизости у щит их четверо ничего чё это у него палка с бомбой лады чего у них вообще в целом два лука и палка с у меня они достаточно хреново наряжены чего них по скиллам черт горное дело 10 подземник с легкой неврасти ней беспечный стрелок эффективное обучение любовь к природе сидячий образ жизни куча куча интересов а психическая устойчивость точность стрельбы минус 4 шанс ударов рукопашную общая скорость работы ну пару из них можно было бы попробовать рекрутировать либо мы можем взять их те кто выживет стабилизировать и обратно отправить южная великая нация это те с которыми я испортил отношения в этом эпизоде я думаю зубр успеет добраться я думаю уфа успеет так уфа мне нужно чтобы ты сейчас съел простое блюдо квина мне нужно чтобы ты отправилась сюда наверное даже нет наверное чтобы ты защищалась отсюда зубр на вторую зону пусть идет вовнутрь уфа извини нет времени есть пирожду и сюда скорее минус квина в солку справилась уфа ты можешь идти есть квина отлично работа мы подстрелили как кого через час умрет это летальная скорее всего да кровотечение 1800 процентов беспечный стрелок блин это неплохой был персонаж у него очень низкое количество скиллов на самом деле мы можем попробовать подстрелить еще ястреба что у него ближний бой психическая устойчивость он не очень хороший стрелок но он браулер неплохой у него три часа до смерти квина можешь захватить его все хватит такую блять вот это последняя пуля она была не не очень в кассу я тебе так скажу плохой короткий лук этот дядя точно вытечет уфа ты поел нет давай ты стоишь здесь ты ждешь когда квина нет ты валишь ты да ты идешь стабилизировать этого кента час два все он он уже не истекает крови он уже стабилизирован теперь уфа я вижу что занимаешься медитирует на могилы это очень хорошо потом похоронение этих бомжей ну похорони сразу мне мне плевать на последовательность здесь есть пиво нет места на складе черт у нас переполнился склад опять так уфа как закончишь добывай этот мрамор а потом и этот мы расширим хотя бы на пару ячеек склад но черт кто ж знал что у нас будет так много богатств кстати чё у нас там по ценам по по богатству история мы уже в 23 тысячи поднялись чёрт очень круто очень круто ребята мы пережили серьезный рейд у нас есть заключенные два человека можно кстати вернуть что повысить это на 175 цена его вообще он ничего не стоит по сути у него атеросклероз он эффективен в работе на 90 процентов мы уничтожили ему правую почку левое предплечье охренеть вообще ходить то может не мы его выпустим если он может ходить мы их мы его вернем обратно слишком хорошо постреляли здесь-то только шрам отколотые раны которые причиняют небольшую боль незначительно ребята большое спасибо за просмотр я был очень рад вашей компании обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал все по классике с вами был джонни специально для канала joy where сейчас пойду наверное еще одну часть запишу пока на хайпе а я вы наверное и увидите послезавтра если все будет хорошо еще раз огромное спасибо ребята всего вам хорошего и пока пока